И к другим темам. Птичий гриб их не затронет. В Алтайском крае началась вакцинация гусей и уток, которые являются потенциальными жертвами вируса. Сколько птиц привьют в этом году, расскажем далее. Птичий гриб крайне опасен. Последствия – высокая летальность. Практически вся зараженная птица погибает, а выжившая подлежит уничтожению. В крестьянско-фермерском хозяйстве Каменского района 1600 птиц. Но ни одна из них не станет переносчиком гриппа. Ежегодно 100% поголовья вакцинируют. Подобные процедуры проходят на всех предприятиях открытого типа. Ведь именно такие хозяйства больше всех подвержены вирусу. На свободном выгуле птица находится. То есть не только в помещении, но и на улице. Во-первых, она несется лучше. Солнышко. Это хорошо для птица. Последний раз птичий гриб был зарегистрирован в Крае два года назад. И в 2017-м ситуация точно не повторится, успокаивают специалисты. Сотрудники районных отделений управления по ветеринарии проводят профилактические процедуры. Доставляют вакцину в специальной термосумке. Чтобы птицы не испытывали стресс, их загоняют в темное помещение. Затем гусей разделяют на маленькие группы и вводят вакцину. Специальное оборудование позволяет ввести лекарства безболезненно. Вакцинируем шприцом полуавтоматом. Вакциной, изготовленной Ставропольской биохабрикой. Ежегодно в регионе вакцинируют более 40 тысяч особей водоплавающей птицы. В девяти птицеводческих хозяйствах шести районов края. Как отмечают ветеринары, сейчас алтайская птица здорова. Так что жители края могут не беспокоиться. Ее мясо безвредно для употребления. Вадим Слюсарев, Сергей Балуев. Новости.